Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Жанка Англиканка. И я нахожусь в Таратове и хочу вам показать немножечко свой родной город. Показать его интересные бесспекамечательности. Говорят, что в Таратов нечего здесь посмотреть, как бы неинтересный город. Мне как бы это очень обидело немного, и поэтому я решила развеять такое мнение о том, что в Таратове абсолютно нет ничего и не на что посмотреть. Поэтому я решила вам показать, что все-таки есть в нашем городе какие-то интересные места, исторические здания, очень важные культурные здания, не только в нашем городе, но и во всей России. Значит так, ну что вы знаете про Таратов? Я думаю, многие из вас слышали такое выражение, уеду в деревню, все-таки в глушь Таратов. Так что великий писатель Грибоедов пославил наш город именно этой фразой. И поэтому как-то, мне кажется, у всех сложилось такое впечатление, что действительно Таратов это какая-то глушь, деревня. И в общем сделать здесь нечего, когда уже все, уже все не удалось в других городах, да, нужно ехать в деревню глушь Таратов. На самом деле это не так, и поэтому я хочу вам немножечко показать и убедить вас в обратном. Также, наверное, если вы смотрите сериалы наши российские, то также, я думаю, что именно от этой фразы пошло очень часто, можно услышать, что уеду в Таратов, откуда вы приехали, я из Таратова. То есть как бы наш город немножечко так становится известным, я бы сказала, да, продвигают немного сериалы, на слуху этот город. Ну, многие, когда я была в Москве, мне спрашивали, откуда я говорила, из Таратов? Мне сказали, о, Таратов, да, мы знаем, там можно хорошо отдохнуть, а посмотреть не на что опять же. Ну, как же так, не на что посмотреть? Отдохнуть действительно можно, в Таратовской области неплохо, хорошие у нас есть места отдыха. Но в самом городе тоже есть на что посмотреть. И я вам вот несколько серий видео я сделаю, вот именно по Таратову и буду вам его показывать. Основные такие, скажем, достопримечательности, мои любимые места. Конечно, в Таратове есть много интересных зданий. Не знаю, смогу я все обойти, не буду обещать, но мои самые любимые я вам покажу обязательно. Итак, начнем с того, что, ну, в принципе, я вам уже показала лицо города Таратова. Это наша набережная, вы посмотрели предыдущие видео. Потом вы должны были увидеть видео о парке Победа. Это Соколовая гора, где известный памятник журавлей. Почему я начала вот именно так показывать? Потому что именно, ну, считается, есть несколько версий того названия города, да, Тарат. Откуда произошло это название. И как бы очень много версий. Ну, основная такая версия, что именно вот той горы, Соколовой горы, на которой находятся памятники журавлей, и произошло название Таратова. То есть это татарского Сарытау, Желтая гора. Хотя многие считают, что никакая она не Желтая гора, и, в общем, другие версии есть. Ну, основная это Соколовая гора, Сарытау, Тарат. Так, ну, а сейчас начнется серия моих несколько роликов, которые вы увидите в последующий день. Будет именно уже из сердца Таратова. То есть самый его центр, скажем так, самая главная его артерия, это Таратовский арбат. Расскажу, почему его называют Таратовским арбатом. Или также его называли когда-то Метским проспектом. Да, было такое. Я вам все это покажу, расскажу. Также вы увидите, где был основан самый первый российский цирк. Да, он был основан здесь, в Таратове, самый первый российский цирк. И также я вам покажу место, где был основан самый первый во всем мире, не только в России, но во всем мире, театр юного зрителя. То есть это был первый театр, профессиональный театр для детей. Вот такая программа. Покажу. Расскажу. Все, что смогу. Ну, а начнем мы. центра. Итак, сейчас вот я нахожусь в самом центре, вот, скажем так, любимое место опять молодежи, любимый фонтанчик «Одуванчик» он у нас называется, так, ну построен он был, не скажу сейчас когда точно, ну так уже где-то наверное может в сороковых годах, вот такой фонтанчик, любимое место встречи тоже, ну по крайней мере в наше время здесь назначали свидание, встречалась молодежь, так какие-то мероприятия проходят иногда здесь в этом месте и вот справа видите центральный торговый дом центральный это здание очень интересное, считается шедевр, так, шедевр русский классицизм, по-моему так называется, шедевр русского классицизма, значит построен, насколько я помню в 1916 году, вот здесь стоят даты 1914 год и 1915 год, но в интернете написано, что это 1916 год был построен, построено это здание, это крытый рынок, центральный крытый рынок, строился он известным нашим архитектором, фамилия его была Люкшин, он очень был известный и в общем для строительства этого здания он был отправлен в Москву, Петербург, Бригу, Варшаву, для того, чтобы посмотреть какие рынки там и чтобы построить не менее худший рынок здесь в Таратове. Вот, это здание, оно очень длинное, я не буду внутрь заходить, потому что, я не знаю, скорее всего опять там снимать нельзя, но оно очень длинное, то есть там нет, там как бы вот идет несколько рядов в длину. Сначала здесь до того, как это здание построили, были также торговые ряды, вот сейчас видно еще есть, еще также и остались торговые ряды, но вот именно до постройки этого здания здесь были с властником торговые ряды, и в общем, чтобы упорядочить не особо красивый вид, так как это самый центр города, вот решили построить красивое здание, чтобы все было аккуратно, скажем так, вот внизу в самом, там продается, там можно купить фрукты, овощи, в общем, конфеты, напитки какие-то, то есть продукты в основном, а на втором этаже уже продавались, продаются различные тканцы, здания, одежда, то есть вот на две части, как бы, он поделен, верхний этаж и нижний этаж, вот, ну вот такое, как бы вот одно из зданий нашей достопримечательностей нашего города, это центральный рынок, торговый центральный рынок, я думаю, что на многих фотографиях вы тоже можете увидеть этот, скажем так, один из символов нашего города. Так вот, я немножко прошла с другого ракурса показать вам здание, видно, какое оно длинное. Так, хотел рассказать вам про легенду, да, это очень старая легенда, еще я ее помню, то, что когда закладывали это здание, в нем спрятали сокровища. Насколько это правда, я не знаю, правда, мы в детстве мы слышали, что в этом здании спрятан большой бриллиан, но не знаю, насколько это правда, я думаю, что, скорее всего, люди уже знали, что грядут перемены великие, что грядет революция и, может быть, даже и спрятали сокровища, ну, что, добру пропадать, лучше его закопать, и чтобы никто не нашел и не досталось это все советской власти. Поэтому, если честно, я, да, действительно верю, что, может быть, здесь закупаны фундаменты, не знаю, или, может быть, где-то в какой-то стене, но, действительно, может быть такое, вот, городской рынок, что, действительно, здесь, может быть, стрято на сокровище. Так, это, вот, один их сходом в рытый рынок. Это одна из интересов к рынку. Я не знаю, что я могу сделать видео, но, не знаю, могу я видео снимать, но все-таки я немножко сниму, покажу, чуть-чуть. Хотя бы, вот, главную аллею, вот, до фонтанчика. Я вон ушел, ювелирный дейти в ремейнке, а аллефериканцы. Вот такой вот. Сейчас покажу, ближе фонтанчик. Ну, дальше я же не буду идти, чтобы никого не беспокоить. Наш главный фонтанчик. Я помню, мы, когда покупали эти фрукты, всегда мыли вот в этом фонтане, а потом их ели. Окей, that's the main fountain here in the middle. When we were children, we used to wash the fruits and we throw away. I hope the water was clean. Все, вхожу. Не выгнали хорошо, разрешили снять немного.